Шпага В театре Цитера спектакль по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды». Кроме того, в нашей программе о музыке, которая на музыку не очень похожа. Это антропоцинфония. Это голоса того, что нас окружает, но мы их не слышим. До нас их воспроизводят Петр Айду и его соавторы. Песни машин и механизмов. Это концерт, это перформанс, это звуковая инсталляция, это все сразу. О трижды привлекательном спектакле Константина Богомолова. Это поклон Чехову, это привет популярному телефильму, это дань памяти давней постановке в театре, который он теперь возглавляет. Дядя Лёва. В репертуаре театра на Малой Бронной снова пьеса Леонида Зорина «Покровские ворота». О том, кто исчез на 6 лет и объявил о том, что пропадет навсегда, появившись еще разочек, 25-й разочек, явился Джеймс Бонд, 5-й раз в облике Дэниела Крейга, под заголовком «Не время умирать». Что будет дальше? Кто будет? Женщина. Время гадать. Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, воскресным вечером. Здравствуйте. Вначале о том, чему можно было удивиться, и о том, кто сумел удивить. Это Константин Богомолов, руководитель театра на Малой Бронной, который поставил спектакль по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Название, которое у многих вызовет умильную улыбку. Но не на умиление, это уж точно, нацелен Богомолов в своем творчестве. И возрождать давний спектакль театра на Малой Бронной никто его не принуждал. Вдруг сам захотел. Тем и удивил. И тем, что бойкую коммунальную историю превратил в очень личную. Закрепил это в новом названии. Дядя Лева. Даже слезу выдавил под финал. Публика гадает. При выборе материала Константином Богомоловым имело значение имя героя. Центральный персонаж в пьесе «Покровские ворота» Костик – тезка режиссера. Константин Ромин. Когда худрук театра на Бронной предложил роль в пьесе Игорю Вернику, артист не ожидал, что это будет персонаж, который его вдвое моложе. Глядя тогда на этот фильм, я думал, почему не я? Моя роль, это же я должен это играть. Шли годы, и эта идея не возвращалась ко мне. Не могу сказать, что я ожил с этим. Но она как бы угасала. С годами ты понимаешь, что и эта роль ушла от тебя, и эта роль, и этот образ. А Богомолов обладает уникальным свойством преображать историю. К пьесе Леонида Зорина театр обращается во второй раз. Впервые её поставили в 1974-м режиссёр Михаил Казаков. Тогда Людмила Хмельницкая играла Хоботову в спектакле «Дядя Лёва» Алису Витальевну. Даже блузка на ней та же самая. Вы слушаете, моя дорогая? Костик сейчас принимает душ. Соглуговайте оставить номер. Если у Казакова это была комедия, такая до коликов в животе, то у Константина Юрьевича это спектакль о драматических судьбах людей. Ты не играешь текст, ты не педалируешь, там, я не знаю, какие-то восклицательные вещи или какие-то вопросительные. Это спокойный, нормальный, человеческий разговор, вот как мы разговариваем в жизни. Эти ваши претензии быть моралистом не выносили. Да, я моралист. Вы фарисеи. Мне очень грустно, но вы принимали сегодня допинг. На обед. Если я ошибаюсь, пусть товарищ меня поправил. Актёр Александр Семчев согласен, что в его Хоботове есть что-то чеховское. Я начинаю любить моего Льва Евгеньевича. Да, это не сразу приходит, это нужно почувствовать. Потому что, ну, мне нравятся его и отношения, и даже к этой девочке. Позвольте поцеловать вашу руку. Так вы уже целовали. Неважно. Спасибо за всё. Вы прекрасны калории. Это такой поклон, омаж. Это что-то такое ностальгическое. Но при этом абсолютно из сегодняшнего дня. У меня нет никакого приступа. Будет. Ну, нормальная температура. Тем лучше в холодном состоянии. Операция пройдёт безболезненно. Хотя, согласись, сейчас твоё состояние от холодного далеко. Те, кто по привычке ждут от Богомолова провокаций, отмечают. Это самая целомудренная его постановка. Значит, волнуйся, поглубь на земле. Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Александр Капустянский. Новости культуры. Богомоловский театр – это театр, в котором актёры не заламывают руки, не повышают голоса, не носятся, как оглашенные, не декламируют. Они произносят. Не надо играть, надо быть. Этот театральный постулат Богомоловым давно доведён до предельной формы демонстрации. В «Трёх сёстрах» у него в МХТ герои даже друг на друга не смотрят, когда обмениваются репликами. А зачем? Зачем играть то, что и без того ясно? Без притворства. В «Дяде Лёве» это тоже есть, но лишь в какой-то мере. Этот спектакль другой. И у сценографа Ларисы Ломакиной он заметно другой. И стоило поговорить об этом спектакле именно с ней. Они очень давно сотрудничают. Их ответственности за каждую постановку почти равны. Десятка-два спектакля вы сделали вместе, если не ошибаюсь. Наверное, я, честно говоря, не считала. Но можно посчитать, может быть, отметить, какая-то круглая дата. Это прилично. Я знаю, что мы работаем вместе около 20 лет. Это тоже круглая дата. Мне кажется, это тоже прекрасно. Значит, имею право расспрашивать вас за двоих. Отвечайте за двоих. Нет, за двоих не буду. Так, мама за себя. Хорошо. Мне показалось, что этот спектакль вообще очень небогомоловский. Ну, если не считать пролога в исполнении парочки из четвёртого ряда. А в остальном такой русский реалистический театр. Дядя Ваня Чеховский скорее, а не дядя Лёва. Кстати, название наводит на мысль. И ваши декорации соответствующие. Ни у одного у меня возник вопрос. А чего вдруг? Ну, во-первых, мы не все спектакли выпускаем совершенно в гротескно-авангардном стиле. Каждая литература, каждая драматургия требует какого-то своего прочтения и понимания. И, наверное, не вообще, а может быть, в какой-то период времени у каждого человека, у каждого режиссёра. Ну, чеховские три сестры что требовали авангардного решения? Ну, так показалось, что это правильно. Ведь если убрать неоновый домик, который светится так завлекательно, такая ловушка красивая, с которой никто никогда не может выйти, никогда не могут уехать в Москву, как известно по сюжету. В общем, там прочтение текста-то очень классическое. Я сейчас вспомнил одну пойманную мной в интернете вашу фразу. О том, что главная тенденция сейчас, скорее, это создание неконкретной среды. Я так сразу включился. Ага, неконкретная среда позволяет не мешать действию. Действия развиваются самостоятельно. Да, с одной стороны, да. И, Б, действия можно сделать универсальным. Что Шекспир, что Вампилов. В неконкретной среде они прозвучат... Не совсем так, наверное. А что вы имели в виду, значит, неконкретная среда? Неконкретная среда, та среда, которая, в общем, сделана для конкретной драматургии, для конкретного спектакля, для конкретной истории. Это конкретный дом, конкретные березы, конкретное крыльцо. А можно себе представить более неконкретное пространство, которое дает возможности трактовать это пространство без его изменений практически, как вокзал, крыльцо, березки, кафе. Ну, вдруг появились столики. Мы понимаем, что понятно, это кафе или ресторан. Я всё пытаюсь вычислить, ну, то, что называется, Ваш индивидуальный стиль. У Вас Чехов и Достоевский в неоновых трубках на чёрном ковролине, в современном глянцевом чёрном интерьере, Крамазовы, или Три сестры с этими самыми трубками. А здесь такие милые пыльные шкафчики, без всяких современных безобразий. Как таковая? Пьеса Зорина, эллигическая комедия 70-х годов. Ну, возможно. Такое ощущение, как будто делают разные художники, разные сценографы. А если Вы посмотрите ещё раз на то, как идёт спектакль, Вы поймёте, что квартира у нас здесь не построена. У нас вся мебель стоит не на кругу. Круг ездит сам по себе. И это лишь движение, движение времени, движение памяти, движение сюжета. Вас же не смущает, что каток мы не сделали катком? У нас нет ни одного человека. Человек у нас висит сверху, такая гирлянда. И крутится, потому что все ездят. А никто у нас толком, в общем, и не ездит. Мне не дает покоя один приём, очень модный приём. Это видеотрансляция действия на экраны. Где я его только не встречал. В балете и в опере даже. И у Вас, в Карамазовых, в «Трёх сёстрах», в «Мужьях и жёнах». И здесь трансляция. Ходит человек с камерой по сцене. Я хочу Вас довольно грубо спросить, а можно без этого обойтись? Отвлекает. Ну, вы знаете, пока у нас, к сожалению, нет возможностей беспроводного вот такого и бесконтактного, и бесперсонажного управления видео. А видео нужно, потому что видео передает очень сильную эмоцию. Она помогает восприятию текста, она помогает движению истории. Потому что я не могу показать человеческую мимику, а это невероятно важно именно в этот момент, в 12-м ряду. Зато у человека в 12-м ряду будет возможность это увидеть на большом экране. Мне кажется, что это важно, потому что это такое усиление. Хотя как прежде обходились, да, без такого крупного плана, без трансляции. Театр, вы знаете, удивительная штука. Он очень быстро меняется. Вот литература быстро меняется. Кино очень быстро меняется. А театр, он и кино, и литература, и наше восприятие гаджетов. Я обратил внимание на такую вещь, что здесь, в этом спектакле, в этом зале, возникло некоторое общее единство пространства. Здесь все советское, и там, в дворе Снояузе, все советское, советский ампир, они сошлись. Но в подавляющем большинстве случаев в театре, вообще говоря, этого единства нет. Здесь одно, там совершенно другое. У вас не было желания, вы архитектор по образованию, переделать и пространство зала тоже. Создать единое пространство, перекрасить его, создать совсем уж единое пространство. Если бы не была такая возможность, может быть, я делала для каждого спектакля такую историю. Мне кажется, в этом нет необходимости. Потому что все равно люди, которые приходят в театр, в классический театр, они понимают, что это зрительный зал, а это сцена. И наша задача, чтобы зрелище, которое на сцене, захватило тех людей, которые в зрительном зале. Потому что, к сожалению, никто отменить портал и высокую итальянскую сцену в классическом здании не может. Спасибо, Лариса. Вам спасибо. Продолжение следует... Римский спилбаунд полтора года провел в локдауне Дансенвершн, первые гастроли, выход на сцену, о которой мечтали все это время. Мы рады приехать сюда. Приглашение на фестиваль позволило вернуться в зал и репетировать, несмотря на то, что все театры были закрыты. Это дало нам общение и шанс сохранить контакт друг с другом. Итальянцы привезли балеты двух хореографов. Марс Маркоса Морао – это враждебная планета, лишенная жизни, и бог войны у древних римлин. А еще история самого Маркоса. Ответы в программке. Если не воспользоваться подсказками, то можно потеряться в лабиринте смыслов и абстрактного танца. Комбинезоны цвета индига стирают гендерные различия. Кажется, на Марсе обитают существа, рожденные фантазией. Для меня Марс непростой. Здесь абстрактны и музыка, и танец. Нужно создать собственный внутренний ритм и придерживаться его, чтобы не сбиться и не улететь на другую планету. Маура Астольфи открыл вселенную Вивальди для современного танца. Почти час под музыку барокко танцовщики языком контемпораре рассказывают истории. Танец Астольфи и музыка Вивальди, которого современники называли эксцентричным и рыжим священником, совпали. Словно их не разделяют какие-то 300 лет. Эти постановки разные, как и сами хореографы. С Маркосом Морао мы работали впервые. С Мауру Астольфи сотрудничаем давно. Один футуристичен, второй тяготеет к классическому языку. Но есть общее. Оба изобретательно работают с телом. Труппа существует почти 25 лет. В России впервые. Это новый опыт и новый взгляд и для танцовщиков, и для зрителей. Елена Ворошилова, Аркадий Амбуев, новости культуры. Исполнение музыки или, может, чего-то подобного музыки не на музыкальных инструментах – дело не одного века. Ну, вспомнить хотя бы британское шоу «Стомп», в котором играют на мусорных баках, швамбрах, газетах. Но концепция у них слабая, примитивная. Цель чисто развлекательная. Другое дело то, что создает Петр Айду. Музыкант, пианист, композитор, убежденный в том, что слишком сильное желание придумать нечто новое, парадоксальным образом приводит к тому, что уже было. Петр Айду в поиске. Он ищет и находит актуальные звучания. Он составляет из них композиции и воспроизводит их в концертном исполнении. Партия радиально-ковочной машины сочетается с партией машины вибро-голтовочной. В столичном театре школы драматического искусства у него несколько лет работала над подобными представлениями целая лаборатория. В той же школе он и представил накануне проект под названием «Антропо-цинфония» – одно из событий фестиваля «Территория». Сообщает Яна Музыка. Постапокалиптический оркестр. Так его называют сами артисты. Здесь самодельные электронные приборы, специально созданные сложные механизмы, традиционные и условно-музыкальные инструменты. Какие-то объекты просто нашли на помойке. Вот, например, старая посуда. Кружка, ковш, кастрюля. Пистолет, фольга, теннисный мяч, таз, ведро, гофротруба, точильный камень. Больше сотни инструментов. В основе партитуры – звучание заводских цехов. В этом проекте школы драматического искусства звуки, которые являются побочным эффектом реального производства, рассматриваются с точки зрения чистой музыки. Автор идеи Пётр Айду называет это направление фонреализм. Это тоже природа. Есть даже такой термин «вторая природа». То, что создано человеком. Этот проект потому называется «Тропоцинфония», потому что он связан именно с той частью природы, на которую очень сильно влияет именно человек. И это, конечно, и есть в первую очередь производство. В цехах были сделаны звукозаписи. Потом их анализировали композиторы. Методом исследования искали, с помощью чего можно эти звуки воссоздать. У партитуры – коллективное авторство. У каждого есть какая-то своя часть. То есть, если я занимался электроникой, то я анализировал записи, записанные на заводах, настоящие записи, на момент именно тонов, на момент нот, которые звучат, которые похожи на электронные звуки. Снимали мы их с помощью таких приборов. И потом воссоздавали с помощью генераторов сигналов и тому подобных синтезаторов. Полное название этого сочинения – перформанс для ансамбля ударных, электроники и смешанного хора в 12 частях. Каждая посвящена отдельному производству. Лесная биржа, штамповочная печать, вибросортировка, насосная станция – 12 песен, машин и механизмов, которые складываются в драматургическое единство. Аркадий Кириченко – актёр театра школы драматического искусства с богатой музыкальной историей. Много лет играл фри-джаз Сергеем Летовым. Говорит, это сочинение возвращает нас к истокам музыки. Шутка и музыка – это то, что мы слышим каждый день. Машины, звуки, крики, птицы – всё, что угодно – это музыка. Музыка. И первые первобытные люди, они шли от этого. Они повторяли звуки природы. Создатели этого перформанса считают, в любых звуках можно услышать музыку. Тишины не существует. Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Денис Крысенков, Новости культуры. Пётр Айду – выпускник консерватории. Пианист, превосходный музыкант. Тот, кто, может, слышал в его исполнении, например, сатаническую поэму «Скрябина», подтвердит мои слова. Он глубоко изучал музыку барокко. Проводил серию концертов «Осколки музыки» – «Вагнер», «Лист», «Шуман». Я не удивился, когда случайно обнаружил на столике в перерыве репетиции антропо-цинфонии три нотных листка – «Альбанберг», «Соната». Но тогда можно подозревать, что этими песнями машин и механизмов Айду просто дурачит нас, сам с удовольствием забавляясь с друзьями. Нет. Он относится к этой разновидности творчества очень серьёзно. Вот послушайте нашу беседу. Я узнал, Пётр, что вы объезжали предприятия и записывали характерные звучания. А это ровно то, что делают фольклористы, которые записывают в деревнях, в сёлах народные мелодии, присказки, пословицы, предания. Но они это делают для сохранения культурного наследия. Цель, так сказать, высокая. А у вас какая цель? Чтобы похоже звучание? Вы как-то сразу уже определяете, какая цель высокая, какая низкая. Я привык, меня ещё в школе учили. Цель высочайшая, на самом деле, потому что всё это сделано для того, чтобы создать музыку. И музыку, которая апеллирует к реальности, к природе, звука, к тому, что мы слышим вокруг. В данном жанре, который я условно называю фонореализм, в котором сделана вот эта работа, антропоцинфония, мы ориентируемся на звуки природы. Сама идея заключается в том, что мы с уважением относимся и с интересом относимся к миру вокруг нас с большим интересом, чем к тому, что мы можем придумать сами. Вот эта вот радиоэлектроника, гитара электрическая, Урал, две даже, по-моему. Ему лет по 50, наверное. Очень много, очень старых предметов. Это принципиально? Принципиально тут скорее то, что мы живём в такую эпоху, когда накоплено очень много опыта для меня, как для музыканта. Сейчас прекрасное время, когда все эпохи могут быть соединены, когда нет такой позиции, что это устаревшее, а это новое. Сейчас всё является одновременно и новым, и устаревшим. Понимаете, Пётр, я представитель, можно сказать, я представитель публики. Той публики, которая ходит в театре, в концертные залы на звезду, на режиссёра, на автора. Вот любит он Шекспира или Шостаковича. А на что человек, как вы считаете, мог бы прийти сюда, чтобы получить что? Я не могу с этой точки зрения рассматривать, потому что я не продюсер, я автор в данном случае. Я больше всего ориентируюсь как раз на чисто эмоциональную реакцию и на интересность происходящего. Это звуки производства, это звуки как раз того, скажем так, это звуки, благодаря которым рождается наш вещественный мир, который нас окружает. Например, там есть часть, которая называется «выдув-пэт». Это можно услышать, как звучит машина, которая делает пластиковые бутылки. Пластиковые бутылки, мы все ими пользуемся, они нас окружают, из них даже целые острова уже в океане выросли. Тем не менее, мало кто слышал, как рождается пластиковая бутылка. Искусство, как известно, название играет не последнюю роль. И ваша антропоцефония, антропоценфония, я даже выучить не смог, антропоцен, термин, обозначающий геологическую эпоху с уровнем человеческой активности, играющий существенную роль в экосистеме Земли. А вы не думаете, что такое название может скорее оттугнуть, чем привлечь? Возможно. Трудно сказать. Вы не продюсер, как вы сказали. Может быть. Но дело все в том, что, во-первых, у этого произведения есть подзаголовок «Песни машин и механизмов». То есть, если человек не может прочесть слово «антропоценфония», он дальше может прочесть следующую строчку «Песни машин и механизмов», которая является более общечеловеческой, понятной. Но, с другой стороны, термин «антропоцен» довольно новый. Но мне кажется, что пройдет еще немного времени, и просто мы на каждом шагу будем слышать это слово. Смотрите, Петр, композитор Масолов сто лет назад тоже вдохновился звучанием механизмов, и, вы знаете, появилась на свет музыка машин. Очень художественно, я послушал. Очень художественно, красиво даже. А вам не хотелось бы свою звуко-шумовую композицию сделать красивой? Она невероятно красивая. Я именно для этого ее делал. Я знаю, что вы так ответите. Каждый автор наставит на том, что его произведение совершенно... Нет, почему? Неправда, нет. Дело не в несовершенстве. Дело в том, что существует действительно такая антиэстетика или эстетика, наоборот, некрасивого. Когда мы записывали, делали вот эти многочисленные долгие записи на разных производствах, то у меня получилось что-то около 300 треков, из которых выбрано 12. И отбор этот происходил исключительно только по музыкальным соображениям. Я вырос вблизи железной дороги, недалеко от сортировочной станции. Я с тех пор обожаю звуки гудка паровозного и тепловозного гудков. Я даже мечтал стать машинистом локомотива, ровно для того, чтобы слушать эти гудки, когда захочу. Какой ваш любимый звук? Действительно, звуки железной дороги, как правило, нравятся людям. В отличие, например, от шума шоссе, который обычно раздражает. Наши вкусы совпадают? Я тоже предпочитаю железную дорогу, да. Спасибо. Спасибо. Очередная премьера в столичном театре Эцетера заставила вспомнить реплику худрука театра Александра Калягина о том, что следование моде неизбежно приводит к подражательству. В Эцетера не пытаются шокировать тем, чему, как говорит Калягин, «Сто лет в обед». Экранами на сцене, или мужчинами, играющими женщин, или прикройкой оригинала, такой, что зритель силится понять, что это было. Борис Морозов, недавно оставивший пост худрука театра Российской Армии, поставил в театре Калягина спектакль по пьесе, в которой все, ну просто вообще все заключено в диалогах, в обменах колкостями, заявлениях, молениях. Минимум действия, почти нет его. Пьеса Ежена Скриба «Стакан воды». Она отлично смотрелась на советском телеэкране 40 лет назад, Кирилл Лавров и Алладимидова в главных ролях. Даже постановка малого театра 1953 года быстро переселилась на телевидение. Ничего, телевидение не такой сильный конкурент театра, как какой-нибудь другой театр. Репортаж Ирины Разумовской. О превратности войны! Посланник Людовика XIV не может получить аудиенции в Сен-Дженском дворце. Англия, времен королевы Анны, дворцовые интриги, политические козни, любовные треугольники. За стакан воды классическую комедию Ежена Скриба давно никто не брался в столичных театрах. Из своего режиссерского портфеля эту пьесу достал Борис Морозов. Сюда во Цедра его позвал Александр Калягин, позвонив ему сразу, как только с Морозовым не продлили контракт в Театре Российской Армии, где он был главным режиссером с 95-го. Общий язык с новой для себя труппой ему помог найти как раз такой материал. Артисты от Цедра от английского юмора, придворных страстей, кринолинов и париков в восторге. Кроме такого, я бы сказал, детективного сюжета, где-то стремительного, как Водевиль, тем более я не случайно сказал Водевиль, потому что Скрип, ведь он начал свой путь драматурга с Водевили. Она несет в себе очень такие человеческие размышления, что такое свобода, что такое любовь, что такое независимость. А в ней лежало письмо. Маркиза де Герси. Адресованная королевна? Совершенно верно, потому что я и врач Лайвов. Это герцогиня Мальбора, фаворитка и правая рука правительницы. За глаза ее называют истинной королевой Англии. Она виртуозно манипулирует доброй и слабовольной Анной. И вся внешняя и внутренняя политика страны зависит от чувств, хитростей и эмоциональных всплесков этой особы. Сыграть ее именно такой заслуженной артистке России Наталье Благих помог в том числе и такой наряд. Когда я увидела парень, я решила, что она вообще не англичанка. Она ирландка. Или какая-нибудь шотландка. В общем, она страстная натура. Страстная, страстная. Такой же и второй интриган в этой истории. Главный оппонент герцогини. Сэр Генри Сент-Джон Виконт Боленброк. Его играет приглашенный артист Николай Козак, которого Борис Морозов позвал из театра российской армии. Это же реальный прототип его был. Это реальный человек, который будоражил Европу, не только Англию. Он мог, если проиграл в Англии, его вынесли смертный приговор бежать во Францию. Там найти какого-то принца, который заштатный, поднимать бурю, революцию. Ему важна была вот эта игра, в хорошем смысле. Он игрок был, азартен. Николай Козак рассказал, как накануне премьеры журналисты допытывались, какого же политического деятеля он имел в виду, играя своего Боленброка. Я артист, мое дело играть, ответил он, и я совершенно не разбираюсь в политике. Искать ассоциации и аллюзии, дело зрителей. И что же вам остается? Надеяться и ждать великой революции? Нет. Случаи. Ирина Разумовская, Денис Остапчук, Новости культуры. Бедняга Джеймс Бонд, герой холодной войны. Постоянно или он преследует, или его преследует. Постоянно возникает угроза со стороны негодяя, которому плевать на человечество, и приходится спасать человечество. Фильмов о спасении страны, группы людей, или даже одного человека, какого-нибудь рядового Райана, тоже достаточно. Но все-таки миссия Бонда куда масштабнее. Она только космос еще не затронула. Представляю себе, Бонда в скафандре. Уже не Дэниела Крейга. Объявлено, что он свое отыграл. Новый фильм с ним о Джеймсе Бонде, который, как следовало ожидать, внезапно бессмертен, и опять бросается в бой. Назван, тем не менее, «Не время умирать». Теперь ясно, почему я снова в игре. Не время выпускать, а стрили критики. Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде не раз переносилась из-за пандемии. И вот спустя 18 месяцев Бонд снова спасает мир. На этот раз от нано-оружия. Оно еще меньше, чем любой вирус, но смертоноснее самого страшного яда зарубежных разведок. Бонд уже не агент 007, но все так же в прекрасной форме и нужен Англии. Да и чего уж скрывать всему человечеству, причем срочно. Есть то, что зритель ожидает увидеть в фильме о Джеймсе Бонде. Это автомобили, гаджеты, с помощью которых Бонд спасает мир, а также невероятные ситуации. И то, как главный герой ведет себя в них. Динамичные сцены погони и перестрелок – классика фильмов об агенте 007. Но чтобы избежать штампов, с которыми связывают Бондиану, Кэрри Фукунага детально изучил каждый эпизод сценария. Он поместил Бонда во время экшн-сцен в ситуации личного эмоционального напряжения. И тем самым сделал героя более человечным. История в этом фильме очень эмоциональная, что не характерна для Бонда. Он побывал в необычных для себя ситуациях. И я думаю, что когда Дэниел играл в этой картине, он был очень удивлен сюжетными поворотами. Главный злодей нового Бонда – Люцифер Софин. Экзотичен не только своим именем. Впервые на экране он появляется в маске театра «Но». По замыслу художника, по костюму маски «Но» отличаются тем, что ничего не выражают. И в зависимости от действий актера и освещения, могут порождать самые разные эмоции. Внушать страх, излучать безмятежность или адрессию. Я изучила всех бондовских злодеев. Их образы стали иконами поп-культуры и были неоднократно спародированы. Но есть то, что объединяет их. И я старалась найти именно эти черты. Традиционную бондовскую песню для фильма «Не время умирать» исполнила американская певица Билли Айлиш, обладательница семьи премий Грэмми. На момент записи Айлиш было 18 лет. Она стала самым молодым в истории Бондианы исполнителем заглавной песни. Историю о неверной любви и предательстве Билли, ее брат, музыкальный продюсер, сочинили всего за три дня. Это огромная честь быть самой молодой исполнительницей песни в истории Бонда. Но дело же не в возрасте, не в том, кто ты. Ведь ты просто пишешь музыку. И если она клевая, то она клевая. Премьера ленты состоялась в лондонском Альберт Холли. По красной дорожке актеры и гости прошли под записи хитов Бондианы для Дэниела Крейга. Это пятый фильм о Бонде и последний. Попрощаться с образом он решил в нетипичном для его героя малиновом пиджаке. Впрочем, критики пишут о том, что не время умирать, это прощание и с самим Джеймсом Бондом. Таким впечатляющим оказался финал картины. И название фильма – это скорее вопрос, нежели утверждение. Станислав Анисимов, Анастасия Васильева. Новости культуры. Сегодня в Москве открыта памятная доска режиссеру, который еще при жизни стал легендой отечественного театра, Анатолию Эфросу, о котором известный критик Ирина Мехкова в свое время сказала, он всегда был адвокатом человека, пытался понять любого человека, включая персонажей традиционно отрицательных. Анатолий Васильевич Эфрос или Эфрос. Его сын Дмитрий Крымов никого никогда не поправляет. Это не неловкий вопрос, вообще законов нет. Как пошутил Зяма Паперный, такой был замечательный человек и известный шутник в Москве, он на 50-летие папины такие стишки прочитал со сцены. Сейчас как это, 50% наших доцентов говорят Эфрос, а 50% наших доцентов говорят Эфрос. Так что как угодно. Мне больше нравится Эфрос. Изображение на доске предельно лаконечное, никакого вдохновенного лика или гордого профиля. Просто автограф Анатолия Васильевича Эфроса. Так решили его сын Дмитрий Крымов, художник Евгений Добровинский, мастер шрифта и архитектор Павел Андреев. Мемориальную доску установили на углу двух улиц Тверской, Ямской и Васильевской. Здесь в доме номер 11 Эфрос жил с 1965 года. У меня как-то в каких-то примерах были белые доски в Италии, в южных городах, на белом мраморе, выдолбленные. Здесь жил Микеланджело. Ты обалдеешь, потому что выдолбленное очень мелкое, но имя Микеланджело как-то... Мне долго объясняли, что это не Флоренция, что здесь солнца мало, что будет все серое. Я подумал, ну будет серое, кому нужно прочтать. Я рад сообщить каналу «Культура», что очень взволнован и горд, что это случилось. Анатолий Васильевич был человеком, как говорится, штучным. Это не было никакой рядовой режиссуры, не было никакой... Это всегда было откровение. Спасибо, Анатолий Васильевич, за все, что вы сделали на киноплощадках, на театральной сцене. Спасибо вам за все. Вы всегда с нами. Вы живы для нас и для будущего поколения. Спасибо вам за все. Бразильский музей народного искусства в Рио-де-Жанейро, Каза-ду-Понтал, снова открыт для публики. Начали работу шесть выставок, объединенных названием «Новый воздух», заново изобретенный Понтал. Весной позапрошлого года музей пострадал от наводнения. Коллекцию, которую собирали три четверти века, удалось спасти. Коллекция огромная. В основном это мелкая пластика, совершенно очаровательная. Вот посмотрите. Расположенный в Рио-де-Жанейро музей Каза-ду-Понтал считается крупнейшим и самым важным музеем народного искусства в Бразилии. В коллекции работы 200 художников, более 8 тысяч скульптур, созданных во второй половине 20 века. Около 10 лет это собрание находилось под угрозой из-за серии наводнений. Строительство нового здания музея рядом со старым изменило рельеф местности. Каза-ду-Понтал стал уязвимым для подъема воды. У нас было первое наводнение на 20 сантиметров, затем было еще одно, уже на 40. Нам пришлось поднимать экспонаты с нижних полок. Но поймите, у нас в коллекции более 8 тысяч предметов. Мы не можем их все время перемещать и прятать от воды. Коллекция Музея народного искусства Бразилии была создана французом Жаком Ван-де-Беком, который переехал в эту страну в 1946 году. Во время своих путешествий по Бразилии Ван-де-Бек был удивлен мастерством местных скульпторов, способных создавать глиняные предметы за несколько минут. Так началась его коллекция. И в 1993 году он открыл музей в Рио. Бразильское популярное искусство всегда принижается. Как будто эти художники не заслуживают того же пространства, что и другие художники, которым есть доступ в крупнейшие музеи. Каза-ду-Понтал – это действительно важное собрание. Не только для Бразилии, но и для всего мира. Достойное место для народного бразильского искусства откроется в октябре. Новое здание включает в себя уникальные ландшафтные сады, интегрированные в галерею. Во внутреннем дворике появится пространство для занятий музыкой, театром и народными танцами. Каза-ду-Понтал станет не только художественным музеем, но и антропологическим, который даст посетителям представление о жизни и культуре бразильского народа. Алья Жерифулина, Новости культуры. Накануне вечером в Большом театре случилось несчастье. Возможно, вы уже знаете о нем. Погиб 38-летний актер Миманса Евгений Кулеш. На оперном спектакле «Садко» на него опустилась декорация. Очевидцы рассказывали, что артист отодвигал расположенный на сцене трон и не успел отойти, когда сверху опускалась двухтонная декорация. Он скончался в результате открытого перелома черепа. Евгений Кулеш почти два десятка лет отдал службе в Большом театре. Было в эти дни о чем задуматься зрителям, слушателям, читателям. Увидимся через неделю. Продолжим разговор. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова